Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем ночные посиделки с Глафиры Абрамовны. Темнеет на улице зима, и пока есть возможность, надо использовать японскую кухню в полной ее мере. Вот захотелось мне сегодня вам показать суши, ну и, соответственно, их поесть. Сначала надо их приготовить. Я заранее подготовила горку холодного цеха. Она состоит из основы роллов. Краснодарский рис, который был предварительно сварен, подсолен. Чуть-чуть туда добавлен уксус. Огурец, форель, слабосоленая, корейская морковка. Вместо сыра Филадельфии я использую дешевый, отличный продукт плавленый сырок, который может прекрасно заменить новомодный сыр. Листы, великой водоросли нори. И вот такая чашечка с уксусом. По идее, надо использовать японский рис, настоящую семгу, там еще какие-то кальмары, мальмары. Вместо корейской морковки какие-то специальные водоросли, устрицы, все что угодно. И вместо уксуса рекомендуется рисовый уксус. У меня ни японский рис, ни рисовый уксус. Обычная уксусная кислота, стандартные листы, любимая всеми нами морковка и руки, которые нам помогут сделать. Чем отличаются суши, сашими, роллы, я вам рассказывать не буду. Наверняка все прекрасно это знают. Для того, чтобы сделать экономичный продукт в домашних условиях, достаточно все делается элементарно и просто. Чем меньше ролл, тем удобнее для рта. Разрезаем лист. Он режется очень легко. Его можно даже надорвать пополам. В обязательном порядке лист кладется вот на такую цыновочку. Не смотрите, что она уже побывавшая годами. Цыновочку мы не смачиваем ничем, а вот лист нам руками надо смочить водой с уксусом. Для чего это делается? Для того, чтобы лучше прилепилось. Вот как у меня достали эти байки. Смоченными же руками берем рис и начинаем его укладывать. Зачем руки смачивать? Потому что рис имеет противную способность прилипать. Можно делать по желанию. Учтите, что когда вы будете его закручивать, то рис будет выползать, поэтому старайтесь не заполнять уж полностью утрамбовывая. Все-таки должны быть какие-то пространства в рисе. Я как великий узбек помою руки. И теперь начинаем укладывать рыбку. Аккуратненько. Сверху к ней добавим морковку с кимчи. Пододвигаем всю конструкцию к краю и начинаем потихонечку заворачивать. Можно это делать салфеткой, можно это делать руками. Вот видите, у меня рис выползает. Мы его отправляем обратно. Вот этот край, которому надо завернуть, его надо обязательно смазать. Листы имеют способность очень хорошо приклеиваться. Чем тщательнее вы смажете водой с уксусом, тем лучше они друг к другу пристанут. Так, и теперь начинаем процесс закатки. Процесс закатки. Можно делать квадратные, можно делать прямоугольные, треугольные. Для особо ленивых даже продается сейчас машинка для закручивания суши. Но я не буду ей пользоваться, потому что хочется делать все вручную. Смачиваем опять же в воде нож, чтобы легко было разрезать. и делим на порции. Укладываем порции в тарелку. Нож мне надо сменить, иначе очень тупенький этот оказался. И вот такие бревнышки. Вот они бревнышки, извините, технический брак. Получаются поля суши по-русски. Ну, будем считать, что первый блин у нас совершился комом, мы его можем спокойно съесть. Излишки можно вытрахнуть, они намного только дышать. в водичку для раскладывая. Теперь попробуем сделать роллы по-русски. Почему я их так называю? Потому что они будут у нас отличаться размером. Я не буду разрезать больше лист. Большому куску русский рот радуется. Берем огурчик, раскладываем его, видите, он мне как тоненько порезан. По длине тела огурца. Какая красота! Теперь берем немножечко морковки. Чуть-чуть, немного. В начало конструкции положим рыбку, чтобы она чувствовалась на рыбку. Намажем а-ля Филадельфия. Мажется, конечно, не очень симпатично, но в процессе поедания это особо не заметится. Так. Смачиваем руки. Берем рис и укладываем в беспорядочном, хаотичном состоянии, так, как нам хочется. Рисы уходят немного и это не может не радовать, потому что рис менее у нас что дорожает и дорожает. Так. Ну, пожалуй, еще заполним. Вмываем руки и начинаем процесс сворачивания. Вот тут нужна особая тщательность и аккуратность. Не знаю, как у меня получится. Я суши не делала года два. наверное есть. Так. Утрамбовываем. Прижимаем друг к другу. Как бы сказала вчера просмотренная мною Флорида Ялта, пускай они там поженятся друг с другом. Пускай, пускай. Вот у меня сейчас рис поженится с огурцом, с семгой, с морковкой ну и конечно с рисом. Такая многодетная семья шведская. Сделаем их на этот раз квадратными. Ну и ляля квадратными. Как получится. Уж тетерист все время пристает выпадающий и вываливается. Так, вот такая получилась колбаса. Смачиваем нож. Вот когда нож то острый намного приятнее. Разрезаем. Получается у нас колечки вставим их. Идет какой-то процесс похищения сушь незапланированной. пускай будут. А теперь попробуем сделать по-другому. Попробуем в листы огурца положить рис. Сами понимаете это у меня для половинки листа нори. Положить сверху рыбца. Огурца, рыбца я прям сегодня поэт. И будем морковкой пользоваться. Положим лист нори. а на него расположен толстый слой сыра аля Филадельфия. Это у меня с какими-то типа креветками. Я не знаю на самом деле была ли там креветка когда-нибудь. Ну поехали. Так аккуратно. стараясь не разрушить конструкцию. Она у меня разрушается на глазах. мы исправим сейчас это положение. Так хорошо поехали дальше. Так товарищи огурцы не вываливайтесь. Вы пригодитесь еще и закручиваем кручиваем закручиваем и не закрутили ничего хи-хи-хи это я просто извращенка просто не надо так делать но для разнообразия можно сделать огурцовые конечно эффект уже не тот поэтому то что сделала я никогда не повторять это ошибка камиказе называется ну вот товарищи если у вас возникнут вопросы а я не думаю что они возникнут Семен пришел нюхать я продолжаю делать дегустацию смотрите дальше расскажу вам что получилось всем спасибо ставьте лайки дизлайки Клафира Абрамовна плохого не посоветует развивания